вкуснятина даже не стоит ехать на рынок и покупать такую вещь это можно сделать самому и дома и будет намного дешевле и вкуснее всем привет сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусной классической квашеной капустой она не только вкусная но очень полезно и так какие продукты мне понадобится для ее приготовления белокочанная плотная капуста вот такая плоская морковь лавровый лист душистый перец и соль рецепт очень простой один раз приготовив капусту дома вы больше ее покупать не будете сначала нужно нашинковать капусту это можно сделать двумя способами обычным ножом или специальной теркой для капусты я выберу второй вариант это будет намного быстрее и проще первое разрезаем вилок пополам и натираем вилки у меня небольшие около двух килограмм и кочерыжка грамм 300 чистого веса выйдет около килограмм 800 кочерыжка оказалось еще меньше чем я думал так что здесь не 300 грамм а поменьше будет посмотрите какая она маленькая я думаю все таки капусту лучше натирать на стол как делала моя мама все перемешать и переложить в кастрюлю натираем морковь на терке вот такая соломка получается теперь все солим это у нас сухой посол поэтому соли немножко кладем больше из расчета столовая ложка на килограмм капусты так как это у нас сухой посол маринад мы делать не будем слегка приминаем но не сильно смешиваем все она вот уже смотрите начало блестеть от соли начала выделять сок смотрите какая красивая перекладываем в кастрюлю плотненько прижимаем пересыпаем горошком и одну лаврушку следующий слой также плотненько все прижимаем горошек лаврушка и последнее перец горошком и лаврушка уже начал выделяться сок булькает аж смотрите буквально пару минут и уже появился сок поэтому рассол мы делать не будем хватит сока то что в капусте так капуста получается натуральная и более полезная капусту накрываем тарелкой ставим гнет вместо гнета у нас будет банка с медом убираем сторонку на два-три дня при комнатной температуре нам нужно чтоб капуста сквасилась но не забываем каждый день будем проходить мимо и прокалывать чтобы газ выходил и капуста не было горько вот смотрите поставили гнет и сколько уже появилось рассола а я на этом с вами прощаюсь до завтра буду показывать завтра как выпустить газ из капусты прошли сутки смотрите как хорошо начало бродить сейчас нужно достать достать крышку и выпустить газ тарелка очень плотная деревянной палочкой прокалываем капусту и выпускаем газ смотрите как выходит газ хорошо видно накрываем крышкой ставим гнет и оставляем еще на сутки время брожения зависит от температуры чем выше температура в помещении тем быстрее проквасится капуста прошло двое суток капуста готова открываем и пробуем в течение этих двух дней я открывал и прокалывал капусту выпускал газ где-то два-три раза в день я делал эту процедуру ну что накладываем и пробуем можно вилка а я буду делать это руками чтобы было легко отжимать отжимаем лишний сок кстати рассол очень полезный и вкусный его можно использовать для приготовления борща готовую капусту перекладываем в банке или в тапперы и убираю в прохладное место в холодильник или в погреб для долгого хранения если капусту вы оставите в тепле она у вас просто перекиснет ну что пробуем вкус специфический вкуснятина даже не стоит ехать на рынок и покупать такую вещь это можно сделать самому и дома и будет намного дешевле и вкуснее и самое главное рецепт очень простой здесь нужно соль капуста и огромное желание всем приятного аппетита до новых встреч пока